МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У баскетболистов ежеской команды Купол Родники сезон начнется еще только через месяц, пока они активно готовятся к чемпионату России среди клубов Суперлиги и выступают на домашнем международном турнире. О том, как коллектив Юрия Карандашова проверяет в бою новый состав, расскажет Татьяна Мальцева. На паркете один из новобранцев ижевской команды Илья Подобедов. Воспитанник удмуртского баскетбола ранее играл за студенческую команду от ГУ. Потом выступал за уфимский клуб БГСХ и Динамо Юзгу из Курска. Теперь вот вернулся в родные пенаты. Я радовался, и тем более это продвижение вперед по карьерной лестнице, так сказать. Очень рад был, тем более дома. А то, что в команде у нас набирается очень много наших местных воспитанников, тоже не может не радовать? Да, конечно. В этом году в заявке шесть местных ребят курс на своих воспитанников дан. Тем временем Подобедов уже в стартовом матче заработал свои первые очки. Открыли счет балом за Купол Родники и другие новички. Игорь Самсонов и Андрей Петухов. Я считаю, что это весьма и весьма квалифицированные игроки, которые подходят, скажем так, под наш стиль игры. Нам в прошлом году не хватало угрозы с периметра. В этом году и Игорь Самсонов, и Илья Подобедов, и, соответственно, Гриша Андреев, которые пришли в команду, и тот же Андрей Петухов, это все игроки с дистанционной атакой. Усиление было заметно уже в первых играх. Стартовый поединок против казахстанской команды Капшагай был для наших ребят как легкая прогулка по турниру. Ижевчане выиграли с разницей 37 мячей. Турнир действительно хороший. Мы ежегодно стараемся приезжать на него. В этот раз получилось, что мы приехали в день игры. И ни опробования, ни броскового тренировочного не было у нас. Было тяжело играть в зале. Тушно. Климат другой. Ребята хорошо боролись, хорошо играли. Хорошую игру показали. Второй поединок против иркутских спортсменов также остался за ижевчанами, но счет уже не был таким разгромным. 66-55. Пока Дружина Карандашова идет без поражений. Далее вести из Уфы, где сортовало первенство России по летнему биатлону среди юношей и девушек 97-98 годов рождения. Прошла индивидуальная гонка. Стреляющие лыжники Удмуртии в тройку призеров не попали. Александр Мягонький финишировал четвертым. Ильнас Мухамедзианов попал в десятку сильнейших. У девушек лучше была Татьяна Воронова. Она 12-я. Завтра спринт. А теперь переместимся на ижевскую автотрассу, что находится в окрестностях деревни Аспек. Там накануне ревели моторы. Участники республиканского турнира по автокроссу состязались в умении преодолевать. И на большой скорости довольно непростую дистанцию Марина Азябина наблюдала за этим автодейством. Зрителей на автокроссе собралось немало. Этот вид всегда вызывает большой интерес и привлекает болельщиков высокими скоростями и адреналином. Мы всегда ходим на автогонки, даже с детских лет. Машины летят. Какой автодрайв. Замечательно вообще. Умеют люди ездить. И болельщики свою порцию экстрима получили. Азарт, высокие скорости и порой безрассудный риск. Автогонки – спорт для настоящих мужчин. Алексей Шумин увлекся им около 10 лет назад. И ни разу об этом потом не пожалел. Вот этим мандражом предгоночным, тем же самым. То же самое. Все это состояние, когда вот перед стартовым состоянием, это вообще ничем не передать, когда особенно стоишь на старте. Даже начинается все элементарно с прохождения этих комиссий, с прохождения медосмотра. Все это начинается. Уже тогда начинается постоянно повышенное давление. В гонке, кроме борьбы моторов, борьба нервов, характеров, умений. И Алексей Шумин с этим справился на отлично. Выиграв турнир на кроссовом авто. Главное самое – выбрать правильную траекторию движения. И смотреть всегда за соперником. Из ряжных зеркалов у нас стоят. Вижу, чувствую. Занимаешь правильную траекторию на поворотах и все. И смотреть их достаточно интересно. И порой даже небезопасно. Дело в том, что машины едут очень быстро. Пыль, сами понимаете. Если первый едет дорогу при Красновиде, то второй, третий, они глотают пыль. И повернуть иногда просто невозможно. Ну, тут нужно, наверное, уже знать трассу наизусть. Здесь такая тактика. В стандарте тактика не подвела Рамиля Садыкова. Он также выиграл кубок. А рядом с автогоночной трассой состязались в скорости и умении преодолевать препятствия уже на искусственно созданной дистанции радиоуправляемые модели машин класса «Трофитриал». Это копии настоящих болидов в масштабе 1 к 10. Александр Балобанов и его коллеги таким образом показывали зрителям, что есть интересная альтернатива настоящему автоспорту. И для детей, и для взрослых. Нашим спортсменам команды РЦ и ЖЭС, кстати, есть чем гордиться. На днях на всероссийских соревнованиях в Перми они выиграли кубок. А теперь несколько анонсов. 12 сентября в УВЕ пройдет командный кубок Удмуртии по городочному спорту. В нем примут участие спортсмены из 10 районов и городов республики. Каждая команда должна будет выбить 30 фигур. Кто лучше с этим справится и получит заветный кубок. Начало соревнований в 8.30 утра. А 3 октября в Ижевске впервые пройдет Всероссийский день ходьбы. В течение дня в марафоне примут участие 11 городов из каждого часового пояса нашей большой страны. Его организатор – Олимпийский комитет России. Мероприятие проводится под эгидой ТАФИСА – Международной ассоциации спорта для всех. Столица Удмуртии тоже примет один из этапов этого всероссийского марафона. Я на этом завершаю свой выпуск. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова